Всем привет! Сейчас 13 апреля 2013 года, 12.30. Сегодня в нашем доме произошел пожар. У нас, вообще, насколько я знаю, не то что у нас в доме, но нигде поблизости такого я не знаю, чтобы такое было. У нас, представляете, вот я только что лично спускался вниз, лифт не работает, электричества там нет. А то полностью, ну, не все сгорело. Три этажа, то есть у нас как бы дом можно разделить на две части, да? Одна часть, там квартиры, да? Потом идет пролет, там лифты и другая часть. Вот в одной части дома полностью, вот в этой части дома полностью сгорело три этажа. А вся эта гарь, и полностью дом пропитался, от этого пожара же дым был, да? Гарь вот эта вся. И полностью весь дом пропитался, все это ушло наверх, и наша квартира все. Я сейчас подробно расскажу. В общем, факт в том, что у нас в доме произошел пожар, и я не помню, чтобы что-то подобное у нас было вообще. Да, у нас было то, что у соседа квартира сгорела. Было, когда в соседнем доме где-то там недалеко еще какой-то этаж горел. Пожарные вызывали, тушили. Но чтобы прогорело полностью три этажа прямо насквозь. Я только что там был, я видел. Там работают рабочие, все разгребают. Полностью насквозь прогорело третий, четвертый и пятый этаж. Прям вот эта вот часть одна, да? То есть как бы вот одна часть, потом идет лестничная вот эта пролет, да? И потом другая часть. Вот полностью прогорело три этажа. А дом весь полностью пропитался вот этим дымом. Вот. Я не помню, чтобы что-то подобное было. На самом деле, знаете, это просто какой-то ужас. Вот. А, это вот, я жму на самом верхнем этаже, да? Это произошло, считайте, внизу, да? Это хорошо, что еще так. То есть как бы, ну это я имею в виду, это плохо. То есть повезло, а представляете, если бы был пожар где-то под нами, тогда бы мог бы и наш этаж полностью прогореть. То есть, вы представляете, это просто такой ужас. Вот я это видео делаю не потому, что я решил вернуться, снова выкладывать видеоблог, там, напитки, еду, это все будет. Но я просто не знаю, когда я уже об этом говорил. Вот. Так что вы не думайте, вот, Алян вернулся, круто. Это видео я делаю, это потому, что это действительно, вот, вы представляете, полностью прогорело три этажа. Я только что там был, там, там все полностью прогорело. Там все черное, там ничего нету, там людей нету. Все его, из всех этих квартир людей эвакуировали. Представляете, не один этаж, не одна там, две квартиры, а три этажа. То есть у нас, там вот, вот у нас в каждом холле на одном этаже, в одной части этажа, три квартиры. То есть, если брать то, что прогорело, три этажа, то есть на каждом по три квартиры, то есть девять квартир прогорело, вы представляете? Вы представляете, какой это ужас просто. Так что вы, пожалуйста, все комментарии по поводу Толян, типа, все вопросы про еду, про видеоблог, я это все не буду отвечать. Это все, я сказал то, что я это буду выкладывать потом, я не знаю еще когда. У меня просто определенная ситуация, которая еще не решилась. Вот когда она решится, я тогда вернусь и буду продолжать выкладывать. Вот. Это не из-за тех людей, которые там ко мне ездили, не ездили, там, не знаю, нет. Это другая, другая совершенно ситуация. Так что, пожалуйста, про еду и напитки, про продолжение видеоблога у меня не спрашивайте. Я не знаю когда, но я планирую вернуться. Вот. Просто я кое-что жду еще. То есть, я это видео делаю, потому что, вы представляете, насколько это страшно? А если бы, не дай бог, а если бы что-то у нас было? Если бы, не дай бог, что-то было у нас, то у нас бы уже не было, мы бы уже бы, что, вы представляете, прогорело три этажа насквозь. Нас бы сейчас не было в квартире. Я не знаю, где мы были бы, где-то у знакомых нам или где. Нам бы дали бы другую квартиру, мы бы переехали. То есть, представляете, вот, у кого вот что-то подобное было, вот расскажите вообще. У нас дом, он не кирпичный, он панельный вроде, да, панельный дом. Вот. Я не знаю, я вот в интернете почитал, я нашел только одну новость, где про это пишут. Вот. По телевизору я ничего не видел. Радио я не слушаю. По радио я не видел ничего, не слышал. Вот. Значит, ну, я нашел в интернете только одну статью, поэтому, может быть, кто-нибудь найдет больше информации по поводу этого. Вот. У нас адрес, да, 15-я парковая. Ну, все знают, собственно, что. Вот. И в новостях тоже много что. Вот. И я в поиске, в гугле ввел пожар на улице 15-я парковая. Столько результатов. Огромное количество. И не только на 15-й парковой, и рядом тоже. И на 13-й парковой, и еще там где. И пожар, и взрывы. Господи. Это же просто, это какой-то просто ужас. Я просто, я, я вот представляю так вот. А если бы что-то было рядом с нами, и это бы затронуло нашу квартиру? Да. Если, да, как бы, как бы, да. Ну, так никто от этого не застрахован. Это может повториться. А вдруг, не дай бог, кто-то под нами, под нами соседи. Набухаются, уснут. У них там что-то сгорит, проводка или что. И это все перейдет к нам. И мы тоже можем сгореть. То есть, никто от этого не застрахован. Ну, вот сколько я лет живу, я никогда ничего подобного не видел, чтобы это рядом было. А тут прям в нашем сразу доме. Вы представляете? Теперь я не знаю. Мало того, что, да, вот я хочу сказать про эту гарь, которая теперь у меня вот и в майке. Она везде, у нас эта гарь теперь будет все провонял. У нас весь дом насквозь провонял этим дымом. Я сейчас подробно вот расскажу, да. То есть, и теперь я не знаю, как жить дальше. Мама говорит то, что давай, и она уже наши паспорта достала. Уже начала какая-то вещь собирать. Говорит, давай будем переезжать. Вот. Я ей так сказал. Ну, не факт, а куда мы переедем? Не факт, что и там тоже. Может быть. От этого никто не застрахован. С любым может это приключиться. Проводку заклинит или там. Какие там причины пожара, я еще не знаю. Или там еще чего. Или фиг знает еще что. Так что это не спасение. В любом доме такое может быть. Просто крыши страшно все это дело. Тем более мы живем на последнем этаже. Куда нам? Вы прыгаете из окна? Сразу умрешь. Разобьешься. Вот. То, значит, как было вообще у нас, да? С чего началось? Значит, ну, я спал. Это было где-то время начала седьмого. Вот сегодня. Тринадцатое число. Хоть не пятница, но сыграло, видите, свою злую роль. Значит, я спал. И вдруг меня будит мама. Говорит, Толи, вставай, пожар. Я так просыпаюсь, смотрю, дымовая завеса в комнате. И запах гари. А я, главное, спал спокойно. Я от этого не проснулся. Вот. Ну, я спал в самой дальней комнате. То есть у нас, значит, горело на третьем, на четвертом, на пятом этаже. У нас 14 этаж. Еще плюс у меня самая-самая дальняя квартира. Самая-самая дальняя комната у меня. И я, я, в самом-самом углу. То есть я, считайте, в самом-самом конце. То есть до меня дошло в последнюю очередь. Поэтому я и не проснулся. Поэтому я ничего не чувствовал. Меня мама разбудила в начале шестого. В начале седьмого. Толик говорит, пожар. Все в дыму. Выходи. Я встал. У меня в комнате небольшая дымовая завеса. Открываю дверь в большую комнату, где мама спала. Там просто не видно ничего. Все полностью в дыму вот в этой, от пожара, вот в этой гари. Ничего вообще не видно. Все конкретно в дыму. Слегка вдохнешь. Резко уже невозможно дышать. Чуть слегка вдохнешь. Сразу. Такая горечь. И идет в горло. И все горло першит. Я говорю, ничего не видно. Невозможно дышать. Она говорит, у нас в доме что-то горит. Что-то у нас горит. Нет, она так сказала. Что-то у нас горит. А у нас недавно, буквально дня три назад, дня три-четыре назад у нас последний этаж. Она говорила то, что был случай. У нас на этаже какие-то ребята сидели. Они там что-то подожгли, какие-то вещи. И вызывали пожарных. Вот у нас было несколько дней назад такое. Я сам не видел, но она сама говорит то, что у нее есть знакомые. Они ей сказали. Вот. То есть у нас около лифта на нашем этаже устроили уже какие-то ребята пожар. Вызывали пожарников. Тоже сильно воняло. Правда не так сильно, как сейчас. Вот. Но тоже был запах. Выживали пожарники. Там МЧС, не МЧС, не знаю. Вот. И когда вот она меня разбудила, я вышел. Все. Горит. Первая мысль, которая у меня появилась, и мне реально стало от этого плохо, это то, что именно у нас на этаже устроили поджог. То, что именно наш этаж горит. У меня сразу такие мысли. Я сразу был в таком ужасе. А если что? Я сразу стал все осматривать. А нет ли где, не прошел ли куда огонь. Потому что если горит этаж, то огонь может ворваться к нам в комнату. Я сразу везде все начал осматривать. Я хотел выйти в коридор. Она говорит, не выходи туда. Там все конкретно в дыму. Она говорит, я хотела выйти. Там люди бегают, кричат, мы горим, мы горим. Ничего не видно, все в дыму. Вообще. Она не выходи. То есть у меня первая мысль появилась. Это то, что у нас на этаже пожар. То, что у нас этаж горит. Вот. И, значит, все в дыму. Она взяла какую-то мокрую тряпку, дала мне. Мы стали дышать. Говорит, холодной водой на моче дыши. Вот. Глаза щипят. Чуть вдохнешь. Все щипит. Жет. Щипит. Все. Нос, рот. Все прям. Вот. Вы представляете? Вот. Вот. Все в дыму. Вот. Представляете? Вы входите в комнату. Она полностью наполнена дымом. Он такого серого цвета. Едко серого цвета. И не видно вообще ничего. Абсолютно ничего не видно. Она слегка вдохнешь. Уже полностью нос и рот. Все пропитывается этой горечью. Вот. У нас была такая квартира. Вся. Вся квартира. Кроме вот моей комнаты. Моя комната дальняя. В нее только немножко дошло. Вот. Чуть как выяснилось позже. В этот момент, когда она меня разбудила. Это уже был конец. Когда они уже пожар потушили. То есть сам очаг. Во время самого очага. Когда там все внизу горело. Мы спали. Вот. Значит. И вот. Мы значит находимся в этой комнате. Я сразу беру мобильник. Звоню. В пожарную службу. Мне отвечают. Не беспокойтесь. У вас машина уже давно. Ну как она сказала. У вас машина уже работает. Уже занимаются. Откройте побольше форточку. То есть. Как бы. Мне передали то. Что как бы уже все нормально. Пожар потушили. Поэтому откройте форточки. Чтобы эта вся гарь выветрилась. Мы сразу распахнули все форточки. Все двери открыли. Все полностью открыли двери. И снаружи там. Все везде открыли. Стали проветривать. Вот. И вот когда я услышал. Вот это то. Что. У вас работают. Не беспокойтесь. Все нормально. Мне ответили. Да. Пожарная служба. И у меня как-то отлегло. Я думаю. Слава богу. Фу. Значит все. Вот. И потом. Мы где-то еще несколько часов проветривали. И вот как видите. Сейчас нормально. Все. Ничего нету. Я дверь открывать не буду. Мама спит. Она уснула. Все нормально. Вот. Я с хомяком вроде тоже все нормально. Хомяк у нас ведет себя нормально. Вот. Собственно. Он наверное как-то. Удалось ему нормально перенести. А хомяки они же чувствуют. Хорошо. У них нюх развит. Вот. То есть как бы. Мама сейчас спит. Я сейчас вот. Ходил вниз. Лифт не работает. Электричества не было. У них. Я сейчас подробно про это расскажу. Значит. То есть. И вот. И мы значит везде все распахнули. Стали проветривать. Высунулись в окно. Смотрим. Стоит пожарная машина. И лестница идет на какой-то. Видимо это третий этаж был. Идет лестница на третий этаж. Значит. Пожарники стоят у машины. Другой пожарник лезет по этой лестнице. Вытаскивает оттуда какую-то женщину. Что-то ей кричит. А. А он с белой простыней к ней. С белой простыней. Что-то ей кричит. Она ему в ответ. Ну как я мол что-то там сделаю. Он говорит. Ну что-то там. Мол. Я не точно не знаю. В общем. Он говорит. Мол. Что-то давайте я вытащу. Она. Мол. Как я мол к вам пройду. Как я мол это сделаю. В общем что-то такое. Вот. А мы сверху смотрели вниз туда. С белой простыней. Вот. Потом подъехала скорая. Вот. Потом люди смотрим. Из соседних домов тоже высунулись. Все смотрят. Мать говорит. Это самое. Все смотрят. Ну что конечно. Вот. И потом. Можешь пожарная машина. Потом по-моему еще одна подъехала. Или две скорые было. Или две пожарные машины. Не знаю. В общем вот они. Потом этот дым весь начал рассеиваться. Вот. Вот. И мы постепенно уже так стали уже как бы ну более-менее уже нормально дышать. Дым уже стал рассеиваться. Мы. Я вышел. То есть когда в самом начале как только я проснулся. Да. Она меня разбудила. Когда все конкретно было вообще. Вот. Все в дыму. Я хотел выйти. Она говорит. Что. Я уже выходила. Там тоже ничего не видно. Люди бегают. Кричат. Мы горим. Горим. Так что не выходи туда. Закрой дверь. Не открывай. Вот. А когда уже начал дым рассеиваться. То я вышел. Соседи наши стоят. И я спрашиваю. А что случилось? И мне соседка говорит. Пожилая женщина такая тоже. Да. Говорит то что. Она так сказала. Что на втором этаже кто-то горит. Вот. А я так знаете. У меня такое облегчение. Что. Слава богу. Что не у нас. То есть. С одной стороны. Конечно же. Да. Это ужас. То что у нас был такой пожар. Вот. Но с другой стороны. То что хорошо. То что не у нас. Может у нас. То есть. Как бы. По любому это плохо. То что люди все равно пострадали. Хотя. В новостях вроде там написано. В интернете. Вот. Я нашел информацию. То что никто не пострадал. Что всех спасли. Это очень конечно хорошо. Вот. И. То есть. Я в первую очередь подумал. То есть. После того случая. Который у нас был. Несколько дней назад. Я подумал. То что это у нас на этаже пожар. Вот. Представляете какой ужас. И. Сказали то что. Соседка говорит то что это на втором этаже. Я думаю слава богу что. Все уже. Что это не у нас. И уже начинает дым рассеиваться. То есть. Уже все позади. Очаг этот уже все потушили. Вот. Ну. Тем не менее. Мы с мамой остались в квартире. У нас все это стало продолжаться проветриваться. Видимость все лучше и лучше. Мы уже стали дышать без мокрых этих тряпок. У меня. То есть. Значит. У нас все полностью. Все вот у меня. Я говорю. Майка. Рубашка. Вся одежда. Все ковры. Все. В общем. Вся квартира. То есть. Вы представляете. Насколько. Если у нас. То есть. Имейте ввиду. То что горело. На третьем. Я не знаю конкретно какой этаж. По-моему третий этаж загорелся. Горело. Третий. Четвертый. Пятый этаж. Все прогорело. Представляете. Мы живем на 14 этаже. И у нас. В квартире. Конкретно было все в дыму. Видимость была вообще нулевая. Вообще ничего не было видно. Дышать невозможно. Смотреть невозможно. И это у нас было на 14 этаже. Вы представляете кого. Тем кто на нижних этажах. Представляете. То есть. Мы на самом верхнем этаже. До нас. Это все дошло. В последнюю очередь. То есть. Эти все три этажа. Когда третий. Четвертый. Пятый. Горели. То. Весь этот дым. Проходил через все этажи. Через все квартиры. В конце концов. Он добрался до нашего. То есть. Если в нашей квартире. Был такой пиздец. Ничего не видно. Дышать невозможно. То какой ужас был тем. Кто внизу. Вообще. Вы представляете. Что это. Я вот не могу просто. Меня просто не хватает. Я даже. Я не знаю. Я. У меня вот реально. Вот. До сих пор. У меня до сих пор. Какая-то паника. Не знаю. А что делать. Я говорю. Мама предлагала. Уехать куда-то. А куда-то уедешь. В любом доме. Может быть что-то подобное. Вот. То есть. Что я хотел. То есть. Представляете. Если у нас в квартире. Был такой ужас. То каково им. То есть. Полностью у нас. Дымом пропиталось. Это все. Вот. Значит. Ну. Мы начали. Да. Проветрили. Уже. Это все развеялось. Это уже было где-то. То есть. Когда она меня разбудила. Это было начало седьмого. Когда. Значит. У нас уже. Все более-менее развеялось. Это было где-то десять. Начало одиннадцатого. То есть. Очень много времени было. Все это время. Мы что делали. Мы. Дышали через. Мокрые тряпки. Периодически. Меняли. Меняли холодную воду. Смачивали холодной водой. Дышали. Мне сказали. Да. После того как. Я позвонил. Я сразу. Как только встал. Увидел. Что все в дыму. Я сразу позвонил. 001. У меня Билайн. 001. Мне сказали. Что все нормально. Можете открыть форточку. Вот. И мы стали открыть. Вот все это время. То есть. Вот это было где-то уже. Половина седьмого. Да. Примерно. Примерно с пол седьмого. И примерно до десяти. До начала одиннадцатого. У нас это все выветривалось. То есть. Дым у нас уже выветрился. А вот этот запах гари остался. Вот. И. Все знаете. То что. Вот этот запах гари. Он очень едкий. И он у нас будет еще стоять очень долгое время. Значит. Нужно что сделать. Нужно всю одежду постирать. Все белье постельное. Все ковры. Все. Все нужно постирать. Все нужно промыть. Есть специальные средства. Вот мы пойдем сейчас. Вот мама спит пока. Мы потом пойдем в магазин. Купим специальные средства. Пшик. Которые пшикать. Которые запахи вот эти удаляют. Вот. То есть. Нужно будет провести генеральную уборку. Нужно будет конкретно в квартире все убрать. Одежду тоже. Вот. То есть. Дым рассеялся. Да. Все. Сейчас уже все нормально. Уже коврыши. И это видео записываю. Сейчас уже 12.49. Вот. Но. Вот эта гари. Ну. Она не очень едкая. Я бы сказал. Она не. Чтобы. Голова. Голова у нас не болела. То есть. Мы этим особо не надышались. Потому что мы сразу как бы начали. И сразу открыли форточку. Да. Проветривать стали. После того как я сразу. Я сразу позвонил. Да. Нолен. Пожарным. Сразу стали проветривать. Плюс дышали через эту. Через. Ну. Мокрую. Мокрое полотенце. Мокрая тряпка. Вот. То есть. Мы особо этим не надышались. Вот. Я говорю. Мама сейчас спит. Ко мне тоже вроде не паникует. Нормально все. Спокойненько. Вот. И голова не болит. Не тошнит. Ничего. И вот это. То что я вдох. Только вдохнешь сразу. Конкретная. Гарь. Горечь. Горечь. В носу. Во рту. В горле. Это все прошло уже. Ни тошноты. Ни рвоты. То есть. Все. То есть. Все нормально. Все выведрилось. Единственное что осталось. Это вот это вот. Гарь. Чувствуется. Да. Гарь. В одежде. Там вообще вся квартира пропиталась. Это я говорю. Выветривается будет долго. И вот сам вот этот факт. Сам ужас. Да. Вот. Ну. Все значит у нас это все выведрилось. Потом я значит стал продавать. А я спал. Вот. Я значит включил компьютер. Стал дальше продавать. Ну. Я уже понял что уже все. После этого уже не уснешь. Как после этого уже не уснешь. Все. Мама еще каким то образом смогла уснуть. Вот. Это хорошо ей. Она все таки пожилой уже человек. Ну. Вот. Так сказать. Пенсионного возраста ей. Сколько ей? 55 лет. Вот. Она уснула. Вот. Ну. В принципе. Может быть если я лег бы и сейчас я бы тоже уснул. Вот. Ну. Видите. Я как бы. Я решил сделать это видео. Записать. Потому что как бы такой случай. Я. Сами понимаете. Вот. То есть как бы. То что. Я делаю видео о еде и напитках. Я буду. Я говорю. Я продолжу их делать. Но я просто не знаю. Просто есть определенная ситуация. Я не хочу о ней говорить. Это не. Я говорю. Не то что ко мне приезжали. Не приезжали. Это другая. Совершенно другая ситуация. Просто я буду делать видео. Но я не знаю когда. Может быть через месяц. Может быть через два. Но я обязательно буду продолжать. Обязательно буду продолжать. И видеоблог. И видео о напитках. Так что не надо пожалуйста в комментариях. Мне про это спрашивать. Вот. То есть я это видео делаю. Просто именно из-за этой ситуации. Да. У нас. Потому что сами понимаете. Какое. Что это такое. Что. Это. Это просто ужас. Это. Можно сказать на волосок от смерти. Можно так сказать. Вполне. Несмотря на то. Что это было на нижних этажах. Да. Но все равно. Это было в нашем доме. Это было у нас. Вот. И. Значит. Что я еще. А. Ну вот. Значит. Я продолжил делать свои дела. Мама там смотрела телевизор. Потом я там попил кофе. Там. Ну. В общем. Всякая такая фигня. И вот сейчас. Я. Я. Решил. Пройтись. Спуститься вниз. Посмотреть. Что там. Значит. Лифт не работает. Ничего не работает. Значит. Я говорю. То. Что у нас. Раздели. Как бы. Ну. То есть. У нас. Дом. Да. Лифты там. И правая часть тоже. Квартира. 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 То есть. Если стоять лицом к нашему дому. Да. То. Мы находимся на левой части. А горело в правой части. Вот. Значит. И в правой части. То есть. Я сейчас вот так скажу. Не было электричества ни у кого. И. Видимо. Только сейчас починили. В общем. Смотрите. Значит. Я. Вышел. И. Лифт не работает. Ну. Из квартиры. На лестничную площадку. Вот. Дыма уже нету. Ну. Конечно. Единственное. То. Что я говорю. То. Что остался этот запах и гари. Но он. Я говорю. Еще долго будет стоять. И у нас в доме. И у нас в квартире. И вообще везде у нас. Вот. Значит. Я вышел. Это было когда. Вот сейчас. Вот. 12.53. Ну. Вот. Примерно. Около 12 часов. Около 12. Я вышел. На лестничную площадку. Все уже нормально. Ну. То есть. Все проветрилось. Ниф не работает. Я стал спускаться пешком. Спускаюсь. Спускаюсь. Везде этот запах гари. Везде все двери открыты. Все проветривается. Там у нас еще где-то наверху включили вентиляцию. Там она. Все это выветривает. Спускаюсь. Значит. С 14. Да. Спускаюсь. Значит. Дохожу до седьмого этажа. До шестого. И уже. Примерно. На шестом этаже. Все стены. Весь пол. Вся лестница. Все черное. То есть. Вот эта копоть. Которая была. Она на несколько этажей еще. То есть. У нас на верхних этажах копоти нет. К нам дошел только вот этот дым. Вот это горит. А сама вот эта копоть. То есть. Горела на третьем. На четвертом. На пятом. А на шестом. И примерно еще чуть-чуть на седьмом. Все стены. Весь потолок. Все. Все черное. То есть. Вот эта копоть до туда дошла. Вот. Значит. Все черное. Не отличишь. Не отличишь. Где ступеньки. Где. Где. Где потолок. Где все полностью черное. Как извините меня. У негра в одном месте. Просто все конкретно. Я аккуратно спускаюсь. Шестой. Пятый. И вот. На пятом. На четвертом. И на третьем этаже. Вот. То есть. Я говорю. То есть. Если вот так вот. Лицом стоять к нашему дому. Мы живем в левой части. Это горело в правой части. То есть. Именно вот в этой. В правой части. Именно где горело. На третьем. На четвертом. И на пятом этаже. То есть. Вот если. То есть. Открыть холл. Да. Где квартиры. Там. Холл открыт. Все полностью черное. Все квартиры открыты. Всюду проходит свет. То есть. Из этого можно сделать вывод. То что. Раз там все черное. Раз там все двери. На всех трех этажах. Третий. Четвертый. Пятый этаж. Все квартиры открыты. Везде проходит свет. Все полностью черное. То есть. Из этого можно сделать вывод. То что. Это все нахер прогорело. Вы представляете. Я говорю. Три этажа. Блять. Сейчас. Сказал. И у меня прям слюна отлетела. На телевизор. Блин. Потом вытру. У меня просто камера. И сразу телевизор идет. Я себя вижу. Вот. То есть. Представляете. Все прогорело. То есть. Всех этих людей эвакуировали. Вот. Насколько я. По информации. Вот. Почитал. То что. Пострадавших нет. Спасли. Человек. Несколько. И детей. Спасли и женщин. Все нормально. Пострадавших нет. Самое главное. Прогорело. Представляете. Три этажа. Там вот. На каждом по три квартиры. То есть. Девять квартир. Все прогорели нахер. Представляете. На четвертый. Третий. Четвертый. Пятый. И вот. Я спустился. Значит. До первого дошел. Ни лифт. Ничего не работает. И. Как раз. Когда вот. Я на первом этаже. На первый этаж спустился. Идет. Ко мне. Ну. Навстречу. Одна из знакомых. Моей бабушки. Пожилая тоже женщина. Она живет на пятом этаже. Вот. Она по-моему. Она. Она как раз в той части была. Где горела. Нет. Она не на пятом. На шестом вроде. Она живет. Третий. Четвертый. На шестом вроде. То есть. Вот. Она. Мне сказали. Или на седьмом. Нет. Она вроде на седьмом. Или на шестом. Она живет. Потому что я говорю. На пятом. На четвертом. На третьем. Все сгорело нахер. И она мне говорит то что. Ну. То есть. Понимаете. Да. Сразу. Что. Какие у нее эмоции. Что она может сказать. Когда. Прямо это все под ней было. То есть. Можно сказать. Она прям сидела на этом всем огне. Который полыхал внизу. Под этажами. Внизу. Вот. Я так. Я ей. Здравствуйте. Она так. Здравствуйте. Ну что. Говорит. Я говорю. С вами все нормально. Она говорит. Ой. Да. Хорошо. Все. Все. Никто не пострадал. Все обошлось. Хорошо. Вот. Говорит. У вас как. Спрашивают у меня. Электричество есть. Я говорю. Да. У нас все нормально. Она говорит. А у нас нету. То есть. У них. На этой части. У них. Вот. Вот. Как вот был пожар. Да. Во сколько? Он по-моему в 5 утра он начался. Вот. То есть. Он горел достаточно долго вроде. Вот. Не знаю. То есть. Вот. У них не было электричества. И только сейчас. Вот. Не лифт не работает. Ничего. Во всем доме лифты не работают. Ничего не работает. То есть. На их. То есть. Вот. Она сказала. То что. Когда я выходил в магазин. Это было где-то. Около 12. Вот. Она сказала. То что. У них до сих пор нету света. И сейчас занимаются этим восстановлением. Ни света. Ни электричества. То есть. Представляете. То есть. Если прогорело полностью 3 этажа. То понятно. Что и проводка сгорела. И все нахер сгорело. То есть. Как бы у них еще наверное долго не будет электричества. Пока им будут это все восстанавливать. Вот. Ну и все. Особо мы с ней не разговаривали. Она дальше пошла. Я так вышел на улицу. Немного подышал свежим воздухом. И я обошел наш дом. Ну. Посмотреть. То есть. Вот. Там куда выходят окна. То есть. Вот. Эти этажи. Которые горели. У них окна выходят вон на другую сторону. И. Я. Обошел с другой стороны посмотреть. Они по идее должны быть бы все черные. А они выглядят нормально. Странно. То есть. Как бы. Вот. Внутри дома. Есть ли быть на этих этажах. Я говорю. Конкретно все черное. Все. Все двери открыты. Свет. Как будто никого. Никого. Там никого нету. Три этажа все пустые. Всех людей эвакуировали. Никого нету. Все пусто. То есть. По идее. И с обратной стороны тоже. Куда весь этот дым выходил. Там окна. С этой стороны тоже должны быть все черные. На улицу. То что выходит. Вот эта сторона дома. А там нет. Я вот так посмотрел. Все нормально. Значит получается то что. Очаг был сам внутри квартиры. И. Это все пошло. Не. На вот эту. Внешнюю сторону. А именно на внутреннюю. И. Поэтому. Как раз вот у нас. Вот. На лестничных площадках. На. Более высоких этажах. То есть. Все черное. То есть. Как бы. Весь огонь. Все. Эта копоть. Она. Выходила. Не. Не наружу. Как бы. Обычно. Когда бывает пожар. То. Из окон. Прям валит черный дым. И прям. И. Весь этаж. Дома. Где пожар. Вот. Когда смотришь. Да. На окно. Вот стоишь. Рядом с домом. И смотришь. Валит черный дым. И все. Прям черное. Вот. А у нас нет. Значит. Получается. Что. Весь этот дым. Весь этот огонь. Вся эта гарь. Выходила. Не наружу. А она. Вся. Выходила. К нам. Внутрь. Вы представляете. К нам. Внутрь. В дом. На лестничной площадке. Все. Туда. Выходило. И это все. Поднималось наверх. И весь дом. Пропитался. Вы представляете. Три этажа. Какой. Какой. Ужас. Все таки. Ой. Я уже полчаса об этом рассказываю. Можно. Можно. Я вот. Я не знаю просто. Вот здесь. Мне. Вот такого никогда раньше не было. Я надеюсь. Такого никогда раньше. Тьфу. Тьфу. У нас не будет. Но. Сам факт. То что. Такой. Ладно. Там. Если бы. Ну. Сам факт. То что. Любой пожар. Любое. Такое. Чрезвычайное. Происшествие. Это конечно же. Все очень плохо. Да. Вы сами понимаете. Да. Абсолютно любое. Что бы это ни было. Ну. Так. Ладно. Там. Одна квартира бы сгорела. Ну. Три этажа. Прогорело. Все. Нахер. Вы представляете. Я вот. Я просто не могу. Вот. Никак. Все это. У меня слов просто нет. Ребят. Я не знаю. Что еще сказать. То есть. Вот. Делитесь в комментариях. Пожалуйста. Я говорю. Не надо. Спрашивайте. Я говорю. Видео о напитках и еде. Видеоблог. Это все будет. Но я конкретные сроки назвать не могу. Пожалуйста. Давайте. По этой. По теме. То есть. У кого-то что-то подобное было. Как вы это переживали. Расскажите свою историю. Может быть вы были свидетелем что-то такого. Или не дай бог это с вами приключалось. Вот как например. То есть. Ну вот. То есть. То что я. Да. Вот у нас прям в доме. Да. Или это у вас было где-то. И сосед. Или вот у вас сосед горел. Или что-то. То есть. Вот расскажите вот свои. 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 Ситуации. Которые у вас были. То есть. На эту тему. Давайте поговорим. И. Как вы вообще. Что вы делали. Как вообще все происходило. То есть. Вот как я вот конкретно сейчас подробно все рассказал. Вот. И. Как вы. Вот у вас тоже. Вот. От любого. Пожара. Да. Гарь вот эта остается надолго. Как вы с этой гарью справлялись. Как вы ее выводили. Я знаю способы. То есть. Что нужно всю одежду постирать. Там все ковры. Все. Убрать. Генеральную уборку провести. Все промыть. Холодной водой. Все. И стены. И пол. И все. Белье постельное. И все одежду. Все постирать. Вот. Плюс есть специальные средства. Мы потом пойдем в магазин. Купим. Вот. Которые запахи удаляют. Но тем не менее. Все равно гаря будет достаточно долго. Вот. Как вы с гарью с этой справлялись. Как вы от всего этого. Вот. Ну вот. Вы расскажите тоже. У кого-то. Не дай бог. Конечно. Что-то подобное у вас было. Но есть ли у кого-то. Давайте просто на эту тему поговорим. Вот. Конечно же. Если вдруг что-то. Не дай бог. Такое происходит. Вот. Рядом с тобой. То конечно же. В первую очередь. Это. Надо. Покинуть. Как бы. Да. Квартиру. Вот. Но вы представляете. То есть. У нас 14 этаж. Как. 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 Вот. Бывает иногда такое. Когда конкретный пожар. То люди прям бросаются из окна. Так. И. Если мы выпрыгнем из окна. Мы умрем. А если у нас. Там горит. В коридоре. А если даже из квартиры нельзя выйти. То получается то. Что ты будешь заперт в своей квартире. Из окна не выйдешь высоко. Прыгнешь. Умрешь. Из квартиры не выйти. Потому что там все горит. Там дым. Там горит. Туда не выйдешь. Там пожар. Что делать. Ты будешь заперт в своей квартире. Будешь сидеть ждать. Пока пожарные не приедут. Не потушат. И не дай бог огонь к тебе не проберется. Тринадцатое число. Ладно. Так что. Давайте. Конечно. Никому. Конечно. Сэн. Понимаете. Да. Никому. Не дай бог. Ничего подобного. Пережить. И. Пожалуйста. Ребят. Давайте не будем. Автопить. Спрашивать у меня. Про одно и то же. Про видео. Про еду. Напитки. То есть я как бы из-за вот этой страшной ситуации делаю это видео. Об этом рассказать. Потому что для меня это реально шок. И представляете. То есть прогорело три этажа. Конкретно дым пропитался весь дом этой гарью. То есть я говорю. Мы на 14 этаже. У нас в комнате вообще не было ничего видно. Вообще. Вы представляете. Как это все было внизу. То есть дом полностью пропитался этой всей херней. И это при том то что горело то на правой стороне. Мы живем на левой. У нас на левой стороне. Конкретно все было в дыму. Ничего не было видно. У нас на 14 этаже. Так вы представляете что было. Во первых на этажах которые ниже. А во вторых на этажах которые не на нашей левой части. А которые именно на правой части которая горела. То есть вы представляете вообще эту всю разницу. Насколько это все ужасно было. То есть вы понимаете. То есть как бы. Сам эпицентр был внизу. Больше всего пострадала правая часть. Мы живем на левой. Но у нас тоже конкретно все было в дыму. Ничего не было видно. Я говорю вообще дышать невозможно. Только вдыхаешь уже сразу гарит. То есть я просто вот хочу. Я почему это повторяю. Во первых это все ужасно. Это никогда со мной такого не приключалось. Я никогда ничего подобного не знал. Не испытывал. Не знал. И не испытывал. И. То есть. Сам ужас. Почему я еще вот сейчас вот в этом видео. Да у меня плохая привычка сто раз одно и тоже повторять. Но почему в этом видео я сто раз повторяю. Потому что вы представляете какой это ужас. Какой. Насколько это серьезный был пожар. Что если у нас на левой части все конкретно было в дыму невозможно дышать. Три этажа полностью прогорело. Все квартиры полностью все. Ничего там не осталось. Все конкретно. Я говорю. Все черное. Все двери открыты. Свет. То есть все люди все все люди оттуда эвакуировали. Все 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 открыли. Как бы да. Там работают сейчас люди. Вот. То есть почему я сто раз повторяю. Да. Во первых. Я до сих пор нахожусь в таком небольшом еще. Ну я бы не сказал что в состоянии шока. Но в таком небольшом неравновесии. Да. То есть. Меня до сих пор можно сказать шатает от этого. Вот. Плюс еще психологически. То есть. Испугай. Боишься самого факта. То что это было. И то что это может в любой момент повториться. И не то что внизу. А именно вот. Может быть и рядом тоже. То есть. Представляете. То есть вот почему я сто раз повторяю. Потому что. Вот представьте мою ситуацию. Да. И вот до сих пор этот запах гари. И. Я не знаю. Я наверное сейчас пойду в магазин. Куплю какую-нибудь бухло пиво. Я не знаю как еще. Куплю что-нибудь выпить. Вот. То есть. Представляете. Вот насколько это все. Просто. Может быть еще хорошая будет ситуация. Холодный душ принять. Ну не холодный. Я имею ввиду прохладный. Промыть холодной водой. Волосы. Может быть это волосы же тоже впиталось. Вот. Ну я голову мыл. Когда я обычно по пятнице мою. Вот. Сейчас я мыл не в пятницу. Я не помню когда я мыл. Во вторник что ли. В среду. Вот. То есть. Волосы это тоже впиталось. То есть. То есть. То есть. Нужно волосы тоже промыть. Вот. То есть. Я наверное сейчас пойду в магазин. Куплю какую-нибудь бухло. Вот. Конечно же пока видео это зальется. Я уже куплю. То есть. Пока оно будет заливаться. Я уже буду в магазине. Куплю. Вот. Пока оно зальется. Выйдет на ютуб. Я уже. И. Успею сходить в магазин. И успею помыть голову. И буду сидеть. Короче. Пить пиво. Ой. Может быть потом уснул. Не знаю. В общем. Я просто хочу. Что-нибудь выпить. Блин. Не знаю. Вот. А у нас. Кстати. Да. Давайте напоследок. Я еще хочу сказать. То что. У нас. То что я говорю. Сосед горел. У нас несколько лет назад было такое. Когда. У нас. Соседняя квартира. Наша. Там был пьяный сосед. У него квартира горела. И он там сгорел. Царство ему небесное. Вот. Это единственное которое было. Когда было. Но. Это был пожар. Чисто в его квартире. К нам. Ну. Небольшой. Небольшой. Так сказать. Дымок. К нам дошел. То есть. Соседняя квартира. То есть. Вот. Наша. Наша квартира так. Его квартира так. Туда. То есть. Вот. Получается то что. Наш сосед. Рядом с нами горел. Но горела конкретно его квартира. И. Как потом сказали то что. Там. Не полностью сгорела квартира. В основном он умер. Потому что он надышался этим дымом. Вот. Ну было. Но. Вы представляете какую разницу. Когда одна квартира горит. До нас доходит небольшой дымок. Или когда сгорает. Три этажа. На каждом из этих этажей. По три квартиры. Девять квартир сгорает нахер. Этажи. Все пропитывается гарью. Дымом. Представляете. Насколько это все. Ужасно. Ужаснее. Ладно. Очень долго получилось. 41. Ой. Я не знаю. Ребята. Я действительно. Вот. Я. У меня до сих пор. У меня. Небольшой такой шок. Как бы. Да. И боязнь. И. То есть. Я не знаю. Вот. Как дальше жить после этого. Ну конечно же. Неправильно будет жить. Постоянно. В страхе. Постоянно. Трестись. А вдруг это произойдет. А вдруг это произойдет. Правильно же. Вот. Ну а как еще быть. Вот я не знаю блин. Вот кто может быть такой. То что ты испытывал. Посоветуйте. Как быть. Потому что я говорю. Мама предлагает уже переехать в другую квартиру. Я говорю. Ну в любом. В любом доме может быть такое. В любые квартиры может быть такое. От этого никто не застрахован. Но жить тоже постоянно. Трясясь. Боясь что это произойдет. А теперь я не знаю как. То есть. У меня внутри после этого. Какой-то психологический сдвиг. Теперь вот. Вот. Я. Я вот. Теперь после этого думаю. То что. В любой момент. Может загореться. Какая-то соседняя квартира. И этот весь огонь перейдет к нам. И мы тоже нахер сгорели. Я не знаю. Просто не могу. Что делать теперь. В такой ситуации. Дальше. Что делать. Я не знаю. Ладно. Давайте я видео это закончу. Ужелаю. Всем удачи. Я сам вот. Не верю в Бога. Да. Я не самый. Не верующий человек. Но как бы. Такое выражение. Слава Богу. Там. Да. У меня как бы. Всегда. Но на языке. Вот. И тем кто верит в Богу. Я хочу вам сказать. То что. Как бы. Храни вас Бог. Да. И. Вы. Я желаю вам. Чтобы. У вас. Ничего подобного. Конечно. Не было. То есть. Не дай Бог. Да. Вот. А тем кто не верит. То тоже. Ну. У меня такое. Я не знаю. Такое вот выражение. Не дай Бог. Как бы. Оно. И верующим. И неверующим. Как бы. Я всегда его говорю. То есть. Не дай Бог. Чтоб что-то такое. Еще. Что-то подобное. Это просто. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу это видео закончить. Потому что я никак не могу остановиться. Я никак не могу. Остановиться. И не говорить. Потому что. Я говорю. У меня просто. У меня внутри все. Просто. Но я не могу сказать. То что колотит. Я прям. Нервничаю весь. Но. У меня беспокойство. Есть. Понимаете. Да. То есть. Что. В любой момент. Это может повториться. Может быть еще хуже. И может быть. Прям у нас рядом. И. Как говорят, то, что может заискилить розетка, начаться пожар и вся квартира сгорит У нас розетки вроде нормальные, перепады напряжения У меня источник бесперебойного питания, когда у нас перепады напряжения, что-то такое Он пик-пик-пик пищит Сегодня он ничего не пищал, никаких звуков, он не издавал, все нормально Обычно от перепадов напряжения может что-то закоротить, заискилить, начаться пожар А так, если все нормально, то что бояться-то? А вот бояться того, что может какой-нибудь еще сосед что-то поджечь, и у нас тоже все нахер сгорит Вот я не знаю, вот посоветуйте, что мне делать? Может быть, обратиться к психологу? Или как и чего? Может быть, у нас после этого, то, что произошло, у нас какая-то психологическая помощь, что ли, откроется, или еще что? Может, я говорю, мы живем на 14 этаже, на самом верху, и у нас такое До нас все это дело дошло Так что говорить о тех людях, которые там внизу? Не знаю, я еще поговорю, поговорю, там, почитаю комментарии Опять же, я прошу, вот, чисто по-человечески, вот, нормальные люди, которые понимают вот эту ситуацию Которые, даже если вы сами с этим не сталкивались, и не надо вам с этим сталкиваться Вот, даже те люди, которые, да, вот, ну, они понимают, что такое пожар Тем более, когда так все прогорает, да, такой ужас Вот, я думаю, что нормальные люди понимают Вот, я прошу всех, не надо, еще раз говорю, не про какие, вот, вы понимаете мое состояние, да? Не надо, пожалуйста, не про какие напитки, про продолжение видеоблога Это будет, просто я не могу назвать конкретные строки Давайте в этом видео, в комментариях поговорим на вот эту тему На тему пожара, вот этого всего Вот, и подскажите мне вот в комментариях, да, как успокоиться Как прийти в себя Потому что я говорю, постоянно жить Думая, что что-то подобное может произойти Это же можно так с ума сойти Вот, вот, пожалуйста, давайте в комментариях вот по поводу этому Осудим, какие у вас, может быть, советы Если вы сталкивались, не дай бог, с чем-то подобным То как вы это все происходило Как вы через это все проходили Как вы это все пережили Как вы, значит, от этой гари избавлялись запах От этого запаха гари Вот, и что делать, чтобы успокоиться Потому что я говорю, видите, я до сих пор говорю, говорю Я не могу остановиться Потому что я реально, я прям обеспокоен всем этим Меня прям не знаю Я не знаю еще, как это передать словами То есть, вот, что, вот я, я вот, как хочу Я сейчас хочу пойти в магазин, купить пиво Потом промыть холодной водой голову Может быть, даже постоять под душем прохладным Может быть, это мне поможет как-то развеяться Потом я хочу выпить пивка Посмотреть что-нибудь на ютюбе Потом я, может быть, усну То есть, я вот так вот хочу себя, как бы, от этих мыслей Чтобы они меня не грузили Вот А может быть, еще что-то можете посоветовать Вот Так что, вот Так что Ну Храни вас бог Или храни вас, как бы Какие-то есть высшие силы, в какие вы верите То есть Чтобы у вас все было хорошо Не дай бог опять Да Ну, сами понимаете В такой ситуации Что еще можно сказать Конечно же Никому, даже Никому, абсолютно Даже самому злейшему врагу Как говорится Такого не пожелаешь Ни в коем случае Никому Ничего подобного Никогда в жизни Не испытывать Не видеть Об этом ничем не знать Вот И Чтобы у вас все было хорошо, ребят Всем Абсолютно Всем Очень всем Всем всего хорошего Здоровья И благополучия Всего вам Всего хорошего Не знаю, когда будут следующие видео Напитки и еду Но Обязательно Обязательно Просто Определенные ситуации Которые вот я сам жду Поэтому я пока вот не могу Вам сказать Конкретно Когда я буду выкладывать Вот Всем вам всего хорошего Еще раз спасибо Всем, кто Я смотрю У меня Несмотря на то, что я видео не выкладываю У меня все равно Остается большое количество подписчиков Они растут потихоньку Вот Спасибо, что не теряете интерес Ко мне, спасибо, что остаетесь И я обязательно вернусь Будут видео Вот Так что вот До встречи Вот И еще раз Ни в коем случае Никому ничего подобного Чтобы у вас в жизни Ничего не было Вам всем Всего хорошего Вот Будьте здоровы И Удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok